Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука. Меня зовут Русский Хован. В этом выпуске мы продолжим разговор о безопасности нашей жизнедеятельности, повседневной жизни. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам об одном продукте, отказавшись от которого, от одного лишь продукта стоит отказаться, для того, чтобы почувствовать себя гораздо лучше, бодрее, веселее и здоровее. Я уверен, что многим из вас, да и мне тоже, бывает так, что знакомы такие симптомы, как внезапная или хроническая усталость. Что-то там в сердце давит, да, и это не связано с неврозом каким-то. Начинаются проблемы атеросклеротического характера. Сходишь на биохимический анализ, крови сдашь, открываешь и смотришь. Плохой холестерин прет, хороший холестерин падает, коэффициент атерогенности сумасшедший, что означает, что бляшки могут образовываться. С реактивный белок бешеный, да, что может также быть связано и с высокими рисками болезни сердца. Бывает и так, что что-то хотел сказать, забыл, да, какой-то нападает маразм внезапный, потом отпускает, да, что какие-то не можешь подобрать слова или что-то еще. Это могут быть предвестники болезни Альцгеймера, трудности в концентрации внимания, не можешь долго слушать тексты. Вспомните, как 45 минут сидели и на лекциях два раза по 45 пару отслушивали, а уже теперь начинаются какие-то раздражения и так далее. Все это может быть из-за того, что вы употребляете этот продукт. И этот продукт не что иное, как маргарин. Ну, на самом деле я чуть-чуть слукавил в плане того, что отказаться от одного продукта. Маргарин, к сожалению, входит в состав большого числа продуктов, которые многие из нас потребляют ежедневно. Это и вся слоеная выпечка, это и батоны сдобные, это все печенья, вся то, что называется кондитерка, это любая глазурь шоколадная, будь то на мороженом, на конфетах, на чем угодно. Это все маргарин. Маргарин в составе продуктов можно распознать по записи, собственно, маргарин, также по записи гидрогенизированное растительное масло или модифицированные растительные жиры. Все это он, маргарин. Что же такое маргарин? Маргарин это действительно чаще всего, хотя бывают варианты, чаще всего растительное масло, которое с помощью катализатора, металлов, как правило, было насыщено водородом. В результате полезные полиненасыщенные жирные кислоты в составе растительных масел превращаются в насыщенные жиры. И в результате мы получаем синтетический, абсолютно синтетический жир, которого никогда не существовало в природе, да еще отягощенного такими неприятными соединениями, крайне опасными для здоровья, как трансжиры. Тема трансжиров, она такая, знаете, увязла в зубах. Но обратите внимание, это же очень интересно. То подымается тема трансжиров, то отпускается, подымается напротив тема пальмового масла. То опять трансжиры вредные, то опять пальмовое масло вредное. И качели, да, туда-сюда, туда-сюда. Понятно, что тему педалируют лобби то ли производители маргаринов, то ли производители пальмового масла. Кто из них, так сказать, скупил больше сверхпопулярных блогеров? А за сверхпопулярными блогерами и теми, за кем тянется общественное мнение, подтягиваются мелкие блогеры, не понимая, лишь хайпуя на интересные теми, не понимая того, что и избыточное потребление и одних жиров, и вторых жиров является крайне нежелательным. Но если сравнивать трансжиры маргарины с пальмовым маслом, то все же пальмовое масло менее вредно. Поэтому, выбирая выпечку, если вы не можете себе отказать в печеньках, там, в каких-то таких кондитерских изделиях, к сожалению, лобби обмануло людей, да, в этом противостоянии выигравших нет. Там есть только проигравшие люди, которые отдадут свои деньги под влиянием некого широкого общественного мнения. На самом же деле, если вы не можете отказаться от печенек и читаете составы, то есть понимаете разумность и необходимость чтения составов, в этом случае все же, как бы это ни звучало, ужасно для многих. Выбирайте эти кондитерские изделия, в состав которых входит пальмовое масло. Но ни в коем случае не маргарин. Как я уже сказал, маргарин – это синтетический жир. Синтетический. Попадая в наш организм, синтетические жиры попадают в кровь и находятся в крови очень долго. Проблема вся в том, что наши ферменты, липазы, прочие ферменты, энзимы внутри нашего организма, которые призваны превращать жирные кислоты в энергию, они не могут узнавать эти жиры, не могут с этими жирами работать, потому что мы эволюционно еще очень недавно начали сталкиваться с этими синтетическими жирами. У нас нет приспособленности организма их усваивать нормальным образом. В итоге эти жиры очень долго насыщают нашу кровь, очень часто попадают к нам в подкожную жировую клетчатку. И бывает так, что кроме как хирургическим путем, эти жиры извлечь оттуда невозможно. Организм, хоть вы умрите от голода, но организм не может их извлечь из этой жировой клетчатки. Поэтому зачастую диеты и не помогают, потому что этот жир не может быть переварен вашим организмом внутри самих клеток. И это целая беда, целая проблема на самом деле. Поэтому у вас могут формироваться на органах, подкожей, толстота вот эта за счет живого маргарина. И живой маргарин мотается по крови. Это вообще мыслимо, но это так и есть. По этой причине постарайтесь отказаться полностью от маргарина и постарайтесь отказаться полностью от всех продуктов, содержащих маргарин. Маргарин бывает двух типов. Твердый и мягкий. Мягкий, как правило, используют в качестве намазки на хлеб вместо сливочного масла или спреды с сливочным маслом. Этот маргарин является самым опасным. Почему? Потому что он содержит до 60% трансжиров. Трансжиры бывают и природного происхождения, но наш организм их узнает, нормально с ними справляется. И, например, в жирной говядине не более 1% трансжиров. А вот в маргаринах может быть до 60% трансжиров. Домыслимо ли это? При этом многие пользуются. Судя по магазину, слушайте, идешь в магазин, там этих маргаринов море стоит. И люди, значит, покупают, значит, он пользуется спросом. Куда они его девают? Мажут на хлеб. Часто очень хозяйки, хозяева используют маргарин для выпечки, в качестве основы для выпечки. Никогда не используйте маргарин и для этой цели тоже. Таким образом, сделайте маргарин полностью запретным продуктом, а в равной степени сделайте запретные продукты, которые содержат этот самый маргарин. Отдайте лучшее предпочтение пальмовому маслу или вообще не используйте эти продукты. Печенье, батоны, еще что-то. Испеките сами, хозяйки, хозяева, вспомните. Сейчас Рождество католическое, за ним Рождество православное, новогодние праздники. Наделайте в этой выпечке на сливочном масле, на растительных маслах. Вот какое масло растительное лучше всего добавлять в выпечку. Вот здесь оно у меня стоит, уже готовое, для того, чтобы я о нем рассказал. Я вам расскажу в ближайшем выпуске. А от маргарина откажитесь. Сохраните свое здоровье и здоровье своих близких. Те, кто принимает решения в семье, какие продукты покупать. Спасибо вам большое за внимание. Особенно тем, кто дослушал до конца. Они, может быть, еще не безнадежны в отношении своих там деменций, усидчивости и концентрации внимания. Спасибо большое. До скорой встречи.